Проект «День учителя на объектах атомной отрасли» стартал в 2014 году. Его инициатором выступила Госкорпорация «Росатом». Главная цель – дать учителям полную информацию о деятельности предприятий отрасли, их экологической политике, обеспечении безопасности, разработках в области физики, химии, математики. Эти знания педагоги передают школьникам, тем самым открывая для них двери в мир инженерно-технических профессий. Это очень полезный, хороший и важный проект, который направлен на то, чтобы отрасль была не просто сама в себе варилась, но была представлена и жителям городов в присутствии, и, может быть, дальше пошла для жителей региона, страны и так далее. Изначально лекции читали только педагогам. Но в 2018 году учителя выступили с предложением приглашать на них и старшеклассников. Эта инициатива быстро нашла отклик как у Федерального ядерного центра внефт, так и у будущих выпускников. И сегодня принять участие в проекте может каждый желающий школьник, которому интересны современные направления развития атомной науки. Нужно ребятам рассказывать о том, что есть вообще в мире, что есть в стране, что есть в городе, что есть в отрасли. Чем больше они узнают до окончания школы, тем будет проще, тем меньше времени потратят на перевыбор профессии. За время работы проекта ученые и ведущие специалисты РФИАЦНЕВ уже рассказали педагогам о научных открытиях в области математического моделирования, медицины, о международном сотрудничестве. В этот раз говорили о том, как устроена атомная отрасль и какие у нее перспективы. Перспективы самые радужные. Однозначно сегодня все говорят, что альтернативы атомной энергетики в мире нет. Это во-первых. А во-вторых, атомная отрасль, она ведь не измыкается только на собственно атомных электростанциях и ядерном оружии. Это огромное количество знаний, это огромное количество направлений, это наука, это образование и так далее. То есть огромное количество сфер деятельности, причем очень интересных, важных, нужных, которые нужно развивать. И отрасль может это делать. В своем выступлении Дмитрий Файков провел сравнительный анализ атомной промышленности в России, США и Китайской Народной Республике. Рассказал о тонкостях и приоритетах в каждой стране. Поэтому эта тема вызвала неподдельный интерес не только у учителей, но и у будущих выпускников.